И вскоре мне пришлось испытать настоящий воздушный бой. Нас, трех летчиков, на малой высоте внезапно атаковали пять фашистских охотников. Чтобы быть не сбитыми, я пошел в лобовую атаку. И вот на этой лобовой атаке мне удалось сбить ведущего Массажмита. Но фашисты сбили из трех нас, моих двух товарищей. Я остался один, фашистов четыре. Бой длился минут 15. Я был ранен. И самое неприятное было в этом бою. У меня пулеметы не стреляли. Была разбита воздушная проводка. Я был безоружным. И вот минут 15 меня гоняли фашисты между сопок. Четыре Массажмита, 109-х. И ничего не могли сделать. Потом я увидел, что у меня бензин кончается. И, конечно, мне нужно было раньше вспомнить об этом. Я забыл, что у меня существует на борту радиостанция. И вот, вспомнив про эту аппаратуру, я тут же закричал по радио. Братцы! Гоняет в районе Ура-Губа четыре Массажмита! Помогите! И вот вскоре смотрю, растелая черные дымы над снежными сопками, несутся шесть наших истребителей. Фашистские летчики увидели, что летят советские истребители на помощь. Они не любили драться, когда их было больше. Вот когда их больше, тогда они здорово дрались. И один с другим выходит из боя и на запад. Я за ними сам не знаю зачем. Догнать я их не мог. У меня скорость была меньше. Стрелять было нечем. Пулеметы не работали. И вот меня вскоре из этого ажиотажа выводит в нормальное состояние голос моего друга Паша Орлова. А Паша мне кричит пора. Ну вот, звал на помощь! Смотри, от одного четыре удирают! И тут же мне кричит. Давай-ка скорее на аэродром. За тобой тянется какой-то жидкостный след. Я думал, что у меня мотор, наверное, побит. И вот антифриз выливается. Не стал испытывать судьбу. И скорее в разворот. И на брюющем полет. У меня максимальная скорость. На цопке прямо к аэродрому. И вот подлетаю. Хочу сходу садиться. А перед посадкой нужно колесики выпустить. Я на выпуск рычаг ставлю. Смотрю, все ясно. Теперь мне стало ясно, какая жидкость у меня вливалась. У меня, оказывается, была побита гидросистема, которая выпускает колеса. И вот эта жидкость выливалась. Колеса у меня не стали выпускаться. А замок-то я открыл, который удерживает колеса. Они вывалились и на полпути застряли. И вот я вижу, у меня погасли красные лампочки на приборной доске. И зеленые не горят. Значит, шасси находятся в полувыпущенном состоянии. И при такой посадке я, конечно, выдеру эти колеса с мясом, что называется. А может быть, эскапотируем. То есть может катастрофа быть. Что было делать? Я тогда по радио передаю на командный пункт. И подходит Борис Сафонов. Я говорю, товарищ командир. Так и так. Колеса застряли. Не выпускается гидросистема побита. Он говорит, ну что же. Давай набирай высотенку и сигай. Я говорю, как сигай? Ну как, говорит, на парашюте. А самолета бросай. Я говорю, товарищ командир. Ну самолет такой хороший. Разве можно его бросать? А действительно у нас то положение с самолетом было тяжелое. Мы берегли самолеты, может, больше даже, чем свою жизнь. Я тогда упросил товарища командира. Я говорю, товарищ командир. Разрешите я попробую их перегрузкой на место поставить? Сафонов подумал, говорит. Ну смотри, только не сделай хуже. Смотри, не создай такую перегрузку, что потом погибнешь сам. Я хорошо постараюсь. Быстро набрал высоту. Оттуда в пике отвесное разогнал скорость и как рванул ручку на себя. Мой истребитель, как пробка, выскочил из пике и в набор высоты. Я хотел посмотреть, что делается на приборной доске и ничего не увидел. У меня из глаз сыпались искры, как будто мне кто-то как сходу тяпнул по лбу. Это сказалось перегрузкам. И вот когда кончились сыпаться искры из моих глаз, тут-то я и увидел. Загорелись мои ненаглядные два зеленых огонька. Шасси стали на место. Я обрадовался. И скорее на посадку. Иду, бензин уже на исходе. Вот-вот остановится мотор. Перед посадкой мне нужно было выпустить и воздушные щитки тормоза. А они, конечно, тоже не выпускались. Они были от этой же гидросистемы. И как я не старался заходить на посадку, чтобы потерять максимальную высоту, я ничего не мог сделать. Подо мной была сопка. И пройдя ее, я как ни старался, не скользил. Скорость была большая. И приземлил свой самолет только на середине летного поля, да и тот на два колеса. И вот мой истребитель на повышенной скорости несется. Хвост дудкой, не опускается хвост. Скорость большая. А впереди обрыв. Там гибель. Что было делать? И, конечно, я сразу понял катастрофу. И чтобы избежать ее, решил сломать самолет. А это очень просто сделать. Я резко дал в сторону. И под действием руля поворота мой истребитель пошел в разворот. Я думал, при таком резком развороте стойка шасси не выдержит, сломается, самолет грохнется на крылья и фюзеляж, и пробег закончится. И на мое счастье, я даже не поверил себе. Мой истребитель вдруг развинулся на 180 и помчался в обратном направлении. Я его удерживаю, и скорее всего, куда мне в сторону не повело. Но пробег я закончил. Посадка завершил благополучно. И вот остановился мой истребитель. Смотрю, а рядом стоят три машины. Санитарная, пожарная и трактор-тягач. Это они меня приготовили встречать. Из этих трех машин одна мне пригодилась. Санитарная. У меня, оказывается, нога была пробита, бедро пули. Я потерял очень много крови, ослаб. Меня вытащили из кабины, тут же на носилке, и машина помчалась с аэродромом. Находясь в госпитале, я вскоре узнал, какую я победу одержал. Я сбил, оказывается, обер-лейтенанта с двумя железными крестами. Он упал на нашей территории, в сопках. Причем я ему разбил на лобовой атаке. Пулями разбил мотор, и одна пуля ему пробила ногу. Фашист вышел из кабины и, видимо, не переоценил свои способности. Ему было нужно было остаться в кабине. Его, конечно, ему оказали помощь, спасли. А он уполз в сопке, потерял много крови и замерз. Это была моя первая победа. И вот за март-апрель 1942 года мне еще удалось 9 самолетов фашистских сбить. И 1 мая 1942 года я получил первую приятную грамоту от военного совета флота. Я помню последние слова этой грамоты. Мне было сказано там, что Родина не забудет мой подвиг. 10 мая 1942 года у меня был очень тяжелый воздушный бой. Мы 9 истребителей дрались с 36 истребителями фашистов. В этом бою мне удалось сбить 3 фашистских самолета, а потом сам на горящем самолете я упал в скалы. Летчики мои товарищи прилетели и доложили Борису Сафонову, погиб смертью героя. И меня наградили посмертно орденом Красного Знамени. А я взял да и явился. Я, правда, через несколько дней явился. Но попал я в госпиталь. У меня была разбита голова, тяжелое сотрясение мозга. И когда я поправился, вернулся на аэродром, то мне вскоре сказали, пойдешь получать награду. Прихожу, меня вызывает на сцену, член военного совета флота, вице-адмирал Николаев. И зачитал приказ о награждении меня орденом Красного Знамени. Он мне прикрепил этот орден на китель. Потом, смотрю, берет вторую коробочку со вторым орденом. А я даже, знаете, так удивился и тихо ему говорю, «Товарищ вице-адмирал, вы, наверное, ошиблись. Мне ведь один положено». Он говорит, «Я знаю, сколько положено. Первый тебе посмертно, а второй за жизнь». При жизни Бориса Феоктистовича Сафонова я уже командовал третьей эскадрильей в своем полку гвардейском. А после гибели Бориса Сафонова он погиб, ведь, 30 мая 1942 года. 14 дней он не дождался выхода в свет указа. Ему, первому воину Великой Отечественной войны, было присвоено дважды звание Героя Советского Союза. После гибели Бориса Феоктистовича Сафонова меня назначили помощником командира полка, вновь формируемого. Мне тогда дали на формирование 50 сержантов-пилотов, комсомольцев, добровольцев, ускоренно обученных. Я когда посмотрел на этих мальчиков, самый старший у меня был 18,5 лет, и вот с такими мальчиками мы формировали полк, а потом выполняли боевые задания. И должен сказать, наш полк вскоре был награжден высшим орденом, военным орденом Красное Знамя. А мои сержанты? Они были уже не сержанты. Кто старший, кто лейтенант, кто старший лейтенант, а кто и капитан, как Василий Стрельников. Кстати, он стал не только капитаном. На его груди было три ордена Красного Знамени, орден Ленина и золотая звезда Героя Советского Союза. А сейчас Василий Стрельников, большой авиационный генерал. Мне недолго пришлось служить в этом полку. Со мной произошел очень тяжелый случай ночью, 28 февраля. Я летал в тыл к врагу выполнять особые задания. Выполнил его. Вернулся я на горящем самолете. Мне удалось, сбивая пламя, пролететь более 100 километров. Я долетел до нашей противовоздушной обороны города Мурманска. Я думал, что еще успею произвести посадку, борясь с огнем. Правда, я очень много потерял крови, а слабо, у меня была перебита правая нога. И вот, когда я стал проходить нашу зону противовоздушной обороны, тут произошла трагедия. Наши зенитчики по ошибке меня приняли за вражеский самолет. Восемь лучей меня ослепили, прожекторов, и по лучам открыли огонь нашей зенитной батареи. И крупная тяжелая батарея, 85-миллиметровая, прямым попаданием попала в мой самолет. Самолет взорвался. Я с трудом невероятным выбросился из кабины. Потом хотел спасти себе жизнь при помощи парашюта. Сразу нельзя было открыть парашют, потому что свет мне падал, горящий костер этот страшный, гудящий. Я падал, падал, считая у меня секунды, чтобы не промахнуться, не врезаться скалы. И когда меня отнесло в сторону падающего самолета, я оказался в безопасной зоне, я открыл парашют. Парашют у меня открылся. И только я подумал, что я спасся, как страшный ужас сжал меня в комок. Мой парашют оборвался. У него, оказывается, лямки силовые были перебиты. И вот с высоты более трех тысяч метров я упал на сопки. Я падал в полном сознании. Я знал, что это последний мой прыжок. Я знал, что я разобьюсь насмерть. Страшно было, не передашь словами. Умирать не хотелось. И ничего не мог сделать, чтобы спасти себя жизнь. И вот, видимо, это было самое страшное, беспомощность полная. Удар оборвал мои мысли. Сколько я был без сознания, не знаю. Только сознание ко мне вернулось. И вот, когда я почувствовал страшную дикую боль во всем теле, кровь меня стала душить. Я задыхался от крови. В горячий попытался скачать на ноги, но тут же упал. И больше я подняться не мог. И не мог понять, что же меня спасло, почему я еще был живой. Потом я узнал, что меня спасло от смерти мгновенной. Я, оказывается, приземлился по склону горы. Получилось не прямой такой удар, а скользящий. И дальше на своем пути я встретил толщи снежного сугроба. Я врезался в этот снег. Вот это мне и спасло жизнь. Но не спасло меня от смертельных травм. Я очень тяжело разбился. И вот лежу и чувствую, ноги у меня отмерзают, рука левая отмерзает. А у меня, когда открылся парашют, сорвало меховые сапоги, вунты и левую рукавицу. И я ничего не мог сделать, чтобы спасти свои конечности от мороза. Я был беспомощен. И вдруг, мне показалось, я слышу, скрипел снег под ногами идущего. Мне, конечно, хотелось сразу крикнуть, дать знать о себе, кричать я не мог. Я тогда вспомнил про пистолет. И вот, когда мне пригодилось, я пистолет, улетая в полет, зарядил не по правилам. Пистолет-то восьмизарядный, я его сделал девяти. Девятый, незаконный патрон был в канале ствола и на предохранителе. Не сделая такую зарядку пистолета, я бы не смог его перезарядить. Мне нужна была и левая рука. Она у меня была выбита из плечевого сустава. А так я правой рукой, согретой теплом рукавицы, достал пистолет, снял с предохранителя. И два выстрела разорвали ночную тишину. Я услышал голос, кто стреляет? Я еще два раза выстрелил. А потом, спустя какое-то время, я почувствовал, кто-то надо мной склонился. Я услышал голос. Человек ко мне обратился с вопросом. Кто вы такой, что с вами случилось? Я кое-как ему процедил. Летчик разбился. Отмерзают ноги, отмерзает левая рука. Это был мне тогда неизвестный солдат с нашего аэродрома. Он не стал долго раздумывать. Снял свой овчинный полушубок, завернул мне ноги, потом шарф снял, замотал левую руку. И мне сказал, товарищ командир, вы потерпите я мигом за народом. Вот он раздетый, пустился бежать. Сколько он бегал, не знаю. Потому что, видимо, я терял сознание. Потом я услышал голоса. И когда я открыл свои глаза, я увидел лучи маленьких карманных фонарей. Потом меня принесли на аэродром. Санитарная машина уже ждала. Она доставила в госпиталь. О моем несчастье узнал командующий Северным флотом адмирал Головков. Он тут же по радио передал главному хирургу. А в то время им был Дмитрий Алексеевич Арапов. Дмитрий Алексеевич сейчас генерал-лейтенант медицинской службы, профессор, член Академии медицинских наук, доктор. Это большой, очень известный хирург. Я почувствовал, кто-то взял мою руку и открыл глаза. Я увидел над собой склоненную седую голову. А Дмитрий Алексеевич очень рано посидел. На меня смотрели темно-карие глаза. И Дмитрий Алексеевич спросил, как вы себя чувствуете? Что у вас болит? Я говорю, это, видно, конец, Дмитрий Алексеевич. Он говорит, ну зачем говорить о конце? Вы летать хотите? Я говорю, ну это моя жизнь. Ну так будете жить, будете летать. А сейчас я говорю, давайте проверим, что у вас больше всего болит. Дмитрий Алексеевич, мне ногу жгет очень сильно. Он тут же потребовал рентгеновский снимок. Смотрите, видите вот, вот этот черненький осколочек. Он ущемил нерв и причиняет ему страдания. И вот началась операция ноги. И ровно на вторые сутки Дмитрий Алексеевич, не покидавший мою палату, мне сказал, вам нужно делать полостную операцию, у вас повреждена правая почка. Я говорю, делайте, что хотите. Потом началась операция. Подместная анестезия и закончилась под общей. Минут через 25, как потом мне стало известно после операции, я открыл глаза. И тут же я услышал голос. Дмитрий Алексеевич, смотрите, он открыл глаза. И вот тогда Дмитрий Алексеевич ко мне подошел и говорит, как вы себя чувствуете? Я говорю, лучше. И тут же, первое, что я спросил, вы мне почку-то оттяпали? Ну, зачем оттяпали? За что опали? Она сильно была травмирована. В общем, мы ее сохранили. Как себя чувствуешь? Молодец. Выдержал. Ну, а теперь дело пойдет на поправку. И я стал поправляться. А потом, находясь в госпитале, я узнаю, меня представили к высшей награде. Это была, конечно, большая радость. Был у меня и горе. Я знал, что у меня произошло непоправимое. Почка-то мне все-таки оттяпла, Дмитрий Алексеевич. Меня хотели уволить. Я не мог с этим согласиться. И сумел, добился, остался в строю. Я прослужил в авиации до 50-го года. Потом заболел. Сказались ранения. Мне пришлось оставить навсегда военную службу. Через год я поправился. Стал вопрос, что делать. И тогда у меня пришло решение. Осуществить мечту своей юности. А я мечтал писать. Ну, вот так складывалось жизнь. Работа на фабрике. Школьная работа, война, ранение. Учиться было некогда. Писать тоже. Но я понимал, чтобы писать, нужно быть образованным, грамотным человеком. Вот поэтому я принял решение учиться. Я попытался поступать в институт. Мне, конечно, отказали. 40 лет было. В таком возрасте не принимают. Я пошел тогда на прием к товарищу Фадееву. Рассказал ему. И товарищ Фадеев выслухал меня спокойно. И так же мне спокойно сказал. Что же, я очень приветствую ваше желание учиться. Учиться никогда не поздно. Я постараюсь вам помочь. И он тут же позвонил директору литературного института. Меня допустили держать экзамены. Я выдержал экзамены вступительные. Все очень сложные. Особенно был тяжелый литературный конкурс. И вот стал студентом. Пять лет я посещал Московский литературный институт имени Горького при Союзе советских писателей. И когда мне исполнилось 45 лет, я успешно его окончил. Продолжение следует...